всем привет в этом видео мы научимся с вами готовить сырную основу для чизкейка это самая важная часть нашего чизкейка от того как мы и замешаем и самое главное из какого ингредиента мы замешаем будет зависеть итоговый результат здесь у меня творожный сыр жирностью не менее 70 процентов сливочные сыры по типу маскарпоне не подходят они расслаиваются при выпечке поэтому вам нужен именно творожный сыр старайтесь выбирать хорошего качества сыр чтобы он не отходил водой темном случае некачественный ингредиент испортит вам все итоговое блюдо накрываем пищевой пленкой наш сыр я его уже сразу смешала с ванильным ароматизатором и отправляем в микроволновую печь на дефростацию режим дефростации на минут 10 наш сыр разогрелся в микроволновой печи да вы можете понять что он готов лопаткой вы проводите да он у вас мягкий покладистый то есть вы в принципе можете вы просто одной лопаткой перемешать до однородной консистенции нежной в этот сыр добавляем сахар кукурузный крахмал и на малых оборотах миксера вымешиваем на малых мы не выбиваем сырную основу силиконовой лопаточкой со стенок снимаем все ингредиенты которые прилипли обязательно проходимся под мудежи если там прилип какой-то сыр кусковой еще остался то наша задача его отделить и вмешать в основном на малых оборотах взбивать нельзя не торопитесь никуда итак наша основа сырная однородная да не мешайте убедитесь что у вас растворился сахар что нету комочков сыра теперь добавляем сливки или сметану у меня в данном случае 20 процентной сливки вы можете добавить то что вам угодно и также на малых оборотах миксера вмешиваем вмешиваем сливки в нашу сырную основу почему нельзя взбивать потому что взбивая вы насыщаете основу кислородом и делаете его пористой чизкейк плотный по консистенции ему пористость не нужна он у вас если будет пористый как бисквит он начнет от вас расти и треснет а идеальный чизкейк это когда его поверхность после выпечки идеально ровная наши сливки вмешались пошлись хорошо по стенкам по дну и вливаем наши яйца и обязательно соблюдаем наше главное правило не взбивать мы вмешиваем яйца на минимальных оборотах миксера хотите возьмите венчик и вручную вручную вмешивайте вот так можно даже не включая его я включу наша сырная основа готова все перемешиваем она довольно жидковата но после выпечки наша основа станет твердой и плотной как полагается классическому чизкейку Нью-Йорка наша основа которую мы с вами проложили что нужно сделать нужно подсолнечным маслом промазать борта форма для чего это нужно это нужно для того чтобы чизкейк при выпечке вот сверху когда он будет выпекаться не прикипел к форме не пристал в противном случае он у вас тоже это одна из причин почему он уже треслит поэтому очень важно промазать форму внутри подсолнечным маслом любым жиром это может быть и сливочное масло я предпочитаю подсолнечное потому что оно не застывает и выливаем нашу основу нашу сырную основу выливаем на песочную основу слегка разравниваем и перейдем к следующему этапу к выпечке для этого в духовке мы с вами сейчас установим паровую баню и я вам покажу как правильно выпекать чизкейк надо с вами установить паровую баню для этого вы можете установить противень с водой на нижний ярус я выкладываю вот такой противень и чуть выше мы с вами устанавливаем противень с нашим чизкейком итак чизкейк мы устанавливаем в холодную печь не надо ее предварительно разогревать режим вверх-вниз температура 90 градусов и таймер ставим минимум на 2 часа все, оставляем наш чизкейк выпекаться вернемся к нему через 2 часа итак, 2 часа прошли смотрим с вами, что произошло за это время с нашим чизкейком обратите внимание, да, мы с вами трясем форму и у нас чизкейк подрагивает он должен у нас подрагивать но он еще у нас с вами не дошел это слишком сильно слишком сильная дрожь поэтому мы с вами убираем его еще на некоторое время а именно минут 30-40 точно допекать мы с вами его еще будем итак, наше время истекло давайте еще раз проверим, что у нас там с чизкейком итак, смотрите именно вот так же у вас дрожать должна верхушка вашей основы и это говорит о том, что все у вас прошло хорошо у нас ровная поверхность ничего нигде не треснуло ничего нигде не запеклось теперь нам с вами нужно правильно его охладить мы с вами выключаем духовку оставляем ее приоткрытой и через час достаем противень из нашей духовки наш чизкейк охладился в духовке в течение часа мы его достали мы не снимаем его с противня мы переходим к следующему этапу охлаждения мы его переставляем в холодильную камеру прямо на противне не надо снимать, иначе вы его деформируете и он у вас сломается важно, чтобы чизкейк застыл и только после этого мы сможем поднять форму убираем чизкейк в холодильник на 4-6 часов но лучше всего на ночь Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...